Ставьте, пожалуйста, плюсики, как меня слышно. Ребята, привет. Отлично, да, слышно? Не тихо, не громко, все хорошо, да? Замечательно. Ну, тогда начнем. Всем еще раз доброго дня, друзья. Меня зовут Алекс Про. Сегодня я проведу для вас кофе-брейк. И с продолжением моего предыдущего кофе-брейка, где мы говорили про 10 отличий мышления богатых и бедных людей, мы сегодня разберем 10 признаков богатства, тех признаков, которыми должны облагать люди, чтобы стать успешными и богатыми. А также сегодня я вам покажу фундаментальную табличку по тайм-менеджменту, которую, я уверен, и так известно вам, но применяют ее на практике очень малое количество людей. И также проанонсируем методическое пособие для новых партнеров, чтобы люди, вошедшие в нашу команду, не терялись и всегда знали, что делать дальше и как это делать. Изучив данное методическое пособие, вы только 20% партнеров смогут добиться безусловного успеха, а 80% продолжат плыть по течению по закону Парек. Для тех, кто не в курсе этого закона, можете почитать в интернете. Пока у нас люди собираются, прошу вас обратить внимание, что сегодня, 8 октября 2015 года, в городе Ярославль состоится презентация. Леврус от команды «Староц» и из Вологды пойдет бесплатный автобус. Ребята, кто рядом с Вологдой живет или из Ярославля, желательно всем быть в мероприятии, будет бомба, огонь. После таких офлайн мероприятий конверсии людей увеличиваются в разы. Чеки взлетают. Это что всем рекомендую. Вот, если есть вопросы, звоните, телефон внизу представлен. Сейчас мне Виталик Тиора звонил, они уже подъезжают, готовятся к этой мегабомбе презентации, так что все будет огонь. Так, для начала немного о мотивации давайте вам расскажу. Вы, наверное, задумались, что самый целеустремленный человек – это тот человек, который очень хочет в туалет, как бы это ни парадоксально звучало. И все преграды кажутся несущественными, согласитесь. Смешно слышать фразу от человека, который хочет в туалет, что «я описывался, потому что у меня не было времени сходить в туалет. Я был слишком уставший, я потерял надежду, я не верил, что смогу добежать до туалета. Ну, конечно, он добежал, но у меня ноги, вон какие длинные. Или я слишком глуп, чтобы это сделать. Да я уже пять раз описывался, у меня никогда не получалось. Это явно не для меня. Я постучался в туалет, но мне не открыли. Мне не хватило мотивации. У меня была депрессия, у меня нет денег, я не могу себе этого позволить. Я решил сходить завтра». А часто ли вы идете к цели именно так, как бежите к туалету? Задумайтесь и помните об этом всегда, когда опускаются руки. Нет ничего невозможного. Все преграды только у нас в голове. Я думаю, вы с этим согласны. Итак, давайте с вами разберем, чем богатые и успешные люди отличаются от бедных. К вашему вниманию 10 признаков богатства. Я рекомендую вам в тезисах записать это на бумажку. Или если кто является подписчиком и участником моих групп ВКонтакте, там эта информация вся будет выложена. Итак, начнем. Первое – это чувство ответственности. Мы ответственны перед собой за свою жизнь. Каждый из нас ответственен за то, что сейчас имеет. За все хорошее и плохое. Все, что мы имеем, является результатом только нашей личной деятельности. Богатый человек это понимает. Мы несем ответственность в первую очередь перед самим собой. За все то, что делаем и не делаем. Поэтому не должно быть никакого снисхождения и сожаления к самому себе. Не стоит себя щадить и позволять себе халявить. Будьте ответственны. Все, что происходит с нами, это все ситуации, все мы притянули сами. То положение, то окружение, в котором мы находимся. Это все создали мы сами. Второе – это щедрость. Я понимаю это как щедрость в делах. В том, что мы делаем людям. Что мы даем людям. В качестве услуг, которые мы оказываем, в работе, которую мы делаем, в общении, в проявлении добрых эмоций и любви к окружающему миру. Не стоит путать щедрость с пожертвованиями и подаяниями на улицах. Щедрость – это то, что вы даете миру от чистого сердца. Кстати, в продолжение о щедрости, по-моему, завтра или послезавтра, Виталик мне, к сожалению, не успел предоставить полностью информацию, будет открытие детской площадки за счет благотворительного фонда от команды StarX. Дополнительная информация будет в чатах и в группах. Всем рекомендую поприсутствовать. Будут фотографии, будут фотоотчеты. Как надо заниматься благотворительностью и щедростью. Что это не просто слова, а это реальные действия. Далее. Третье. Это занятие любимым делом. Занятие любимым делом, если оно выбрано правильно, принесет вам настоящий успех, счастье и удовлетворение от жизни. Что, естественно, будет сопровождаться богатством. Превратите свое любимое дело в бизнес. И формула его проста. Бизнес равно хобби плюс деньги. Зарабатывайте деньги вместе с любимым делом. И стыдитесь всякий раз, когда хотите сказать, что не хотите зарабатывать деньги на своем хобби. Сейчас секундочку, слайдик поменяю. Давайте такой мотивирующий поставлю. Можете пока и в него посмотреть, и послушать дальше. Далее. Четвертое. Измерение успеха чувствами, эмоциями, состоянием души. Успешный человек меряет счастье в единицах, более значимых, чем доллары, евро, рубли, гривны или юаня. В чем именно? Каждый решает для себя сам. По-настоящему богат тот, кто ощущает себя богатым душой. И тогда деньги будут всего лишь сопутствующим атрибутом и инструментом. Их будет вдоволь и даже более. Пятое. Разумное ведение финансов. Расходы нужно контролировать. Об этом всегда нужно помнить. Известно, что деньги приходят к тому, у кого они есть. Их потребности растут вместе с ростом возможностей. Отсюда простое правило. Откладывайте каждую десятую часть своего заработка как плату себе. Контролируйте свои расходы, доходы и сбережения. Для помощи в этом мы вскоре после вот этой части кофебрейка мы рассмотрим с вами метод кувшинов. И вам станет понятно, как и в каких пропорциональных долях распределять свои доходы и расходы. Шестое. Выгода в перспективе. Работа сегодня для успеха завтра. Богатый человек всегда готов давать больше, качественнее и работать для хорошего будущего. Хорошая, качественная работа всегда достойно оплачивается. Приносит приятные результаты и хорошее самочувствие. Здесь я хочу заметить, что вы не должны ассоциировать слово «работа, употребляемая в данном контексте, с работой на дядю, пятидневку, восемь часов в день». Это может быть как работа над собой, как работа с командой, работа по продвижению того или иного бизнеса или проекта. Продолжим. Седьмое. Довольство. Будьте довольны жизнью, находите радость в больших и малых делах. Создавайте ее, чувствуйте радость и довольство. Подобное притягивает подобное. Чем больше солнца в душе, в сердце, тем больше солнца вокруг. Восьмое. Не надо сравнивать себя с другими людьми. Успешные люди не сравнивают себя с другими менее успешными для чувства своего превосходства или с более успешными для чувства своего недостатка. Сейчас есть звук, ребят? Поставьте, пожалуйста, какие-нибудь опознавательные знаки. А то вот Виктор пишет, что нет звука. Есть. Отлично. Продолжим. Успешные люди. Успешный человек сравнивает себя сегодняшнего с собой вчерашним. И только это является стимулом и поводом двигаться дальше. Измерение богатства не деньгами, а своими навыками и возможностями. Истинно богатые люди не только разорвали связь между счастьем и денежными знаками, избавившись от четвертой привычки бедняков, но и перечеркнули знак равенства между размером счета и понятием богатства. Настоящее богатство – это умение привлекать деньги, создавать их на пустом месте, организовывать новые виды и формы бизнеса. И только тогда вам не страшны ни налоговые с генпрокуратурами, ни ограбления, ни похищения номерок кредиток и денег из вашего сейфа, кармана и так далее. Не знаете, куда инвестировать? В первую очередь инвестируйте в себя, в свою голову. Следующее. Десятое. Любите свою семью. Семья – это самая лучшая поддержка. Семья – это великолепный источник внутренней поддержки, к которому можно обратиться, когда во всех остальных сферах жизни больше ничего не осталось, когда наступила полная жопа. И только любовь к близким может помочь подняться с колен, когда не остается никакой надежды. И тогда достигается истинное величие. И когда опускаются руки, помните, то ради чего и ради кого вы все это начинали. Начинали двигаться, просыпались пораньше, шли работать, развивали свой бизнес, развивали командную работу. Все это ради родных, близких, друзей. Все это ради себя. Так, а сейчас давайте мы разберем табличку для управления своим временем и делами. Сейчас я загружу слайдик, секунду. Давайте разберем эту табличку. У кого есть возможность, сделайте скриншот экрана или запишите на бумажку. Я рекомендую распечатать такую бумажку на каждый день, на каждый день месяца. И с утра, а лучше вечером, за день до этого, расписывайте все дела в этой табличке. Строго распределяй их по четырем этим квадратам. Да, это и есть на страничке. Я именно оттуда и взял. Я сам успешно очень пользуюсь этой табличкой. Раньше мне не хватало времени на 4-5 дел в день. Сейчас же, если я записываю сюда 15-20 различных дел, я успеваю все, и мне остается еще немного. Остается время на отдых, на спорт, на себя, на семью, родных и близких. Так что правильная расстановка приоритетов в делах очень важна. Записывайте, зарисовывайте и очень рекомендую к применению. Еще есть вот такая вот табличка, тоже из нее, от нее можно отталкиваться и распределять важные, не очень важные, срочные, несрочные дела. Это тоже есть у меня в ВКонтакте. Поделитесь ссылочкой. Ребят, ссылки я дам все в конце нашего вебинара с вами. Ссылки на ВКонтакте, на Facebook, на YouTube и так далее. Так, здесь обозначили все, таблички посмотрели. Я пока оставлю ее, кто не успел срисовывать с нездоровья. Так. Ребят, извиняюсь, Виталий Теора звонит. Сейчас я звук на секундочку отключу, с вашего позволения. Да, Виталий, привет. Привет. Виталий Теора и передавал огромнейший привет. И Влад Стишенко, всем вам. Они уже в Вологде. Прислали фотографии. Сейчас я попробую загрузить в презентацию с открытия детской площадки. Сейчас вот я фоточку вам подгружу. Так, секундочку. Да, если кто-то в чате ссылок не видел, я сегодня повторю здесь, а так по чатам я периодически раскидываю ссылки. Нам надо всем вместе друг друга пиарить, ретвитить, фоловить, ставить лайки, потому что только вместе мы сможем сделать нереальный движ и очень сильно качнуть. Так, сейчас загрузится эта фоточка и тогда продолжим. Так, ну и здесь мы, собственно говоря, разобрали с вами, как экономить наше время драгоценное, а время, как известно, самый дорогой и нужный ресурс у человека. А теперь, немного вернувшись назад, давайте разберем, как сделать, чтобы наиболее эффективно распределять наши финансы. Существует так называемый метод кувшинов, который поможет вам экономить. Уверен, вы все о нем тоже слышали, но освежить информацию, я думаю, не будет лишним. Итак, метод кувшинов. Это один из эффективных способов введения личного и семейного бюджета. Все, что вам нужно сделать, это распределить деньги, которые вы планируете потратить, по шести кувшинам. Каждый кувшин отвечает за одну сферу жизни. Таким образом, вы не потратите больше того, чем запланировали. Записывайте, ребят, всем пригодится. Сам пользуюсь и очень успешно. Кувшин номер один. Это самое необходимое. 55% от вашего бюджета. Деньги, лежащие в этом сосуде, предназначены для повседневных расходов и оплаты счетов. Они также будут покрывать ваши затраты на аренду, на машину, на налоги и на продукты питания. Кувшин номер два. Развлечение. 10% от вашего бюджета. Эту часть вашего бюджета вы можете потратить на покупки, которые обычно не совершаете. Например, вы можете приобрести бутылку вина дорогого или сводить девушку в кафе-ресторан, отправиться куда-то на выходные. Распоряжайтесь этими деньгами так, как вашей душе угодно. Третий кувшин. Это накопление. Финансовой независимости. Деньги, лежащие в этой банке, будут использованы для инвестиций и создания пассивных источников дохода. Вы не должны потратить эти деньги, пока не обретете полную финансовую свободу. И даже в этом случае стоит потратить только те деньги, которые вы получили с этих накоплений, но не сами эти накопления. Кувшин номер четыре. Это образование. Сколько процентов? Накоплений по третьему кувшину. По третьему кувшину на накопление 10% бюджета идет. 10% бюджета идет на накопление. Кувшин номер четыре. Образование. Тоже 10%. Я потом скину в чате картиночку, где все эти кувшины обозначены по процентам. Деньги, лежащие в кувшине номер четыре на образование, составляющие 10% от бюджета, предназначены для вашего дальнейшего образования и личностного роста. Инвестиции – это отличный способ вкладывания денег. А вы – это самый ценный актив. Никогда не забывайте об этом. Потратьте эти деньги на покупку книг, дисков, курсов, семинаров. Допустим, как наши ребята со Старекса 25 октября идут на Synergy Global. Мега Чума форум будет. Если у кого-то есть свободные деньги, рекомендую Москва, Крокус Сити, Synergy Global форум. Кувшин номер пять. Это личный запас. 10% вашего бюджета. Эти накопления вы можете использовать для больших покупок. Используйте их для покупки плазмы, оплаты, абонемента, фитнес или на автомобиль. Это так называемый ваш резервный фонд, который нужно постоянно пополнять. Кувшин номер шесть. Это благотворительность и подарки. Он должен составлять 5% вашего бюджета. Используйте эти деньги для подарков на дни рождения, свадьбы и прочие праздники. Вы также можете пожертвовать их в помощь больным ракам и приюту для животных или просто помочь бедным. Так, с кувшинами разобрались. Сейчас я попробую загрузить фотку, где ребята наши в Вологде. Сейчас грузится. Секундочку. Там с пламенным приветом товарищ Теор из Тишенко. Ну, что-то не меняется картинка. Сейчас попробую еще раз. Извиняюсь. Технические сбои. Давайте пока грузится файл. Оцените свое настроение, свой позитив по 10-бальной шкале в чате, пожалуйста. А вот и наши бравые парни. Влад Стишенко и Виталий Теора. Сегодня будет открытие вот этой детской площадки. Это только одно из строений на этой площадке. Вот. Мне ребята еще наскидывали файлов. Ну, что-то они в режиме онлайн, в комнату очень туго грузятся. Поэтому давайте обойдемся одной фоткой только. Да, про настроение. Пожалуйста, по 10-бальной шкале оцените, насколько вы себя ощущаете. В Москве сегодня, допустим, я встал утром и пришлось чистить машину. Первый снег выпал. Но все равно это такой позитив. Я жду, чтобы быстрее все завалилось снегом. Катание на сноубордах, на санках, там на чем угодно. Это же такая чума. Я раньше не очень любил лето. Когда в моей жизни появился сноуборд, я просто стал обожать снег. Раньше только лето, лето, солнышко. Зимой и осенью тоже есть свой кайф. У природы нет плохой погоды. Вся депрессия, весь негатив только в наших головах. Ну, конечно, к сожалению, по большей части создателем всех депрессивных настроений является наше финансовое состояние. Поэтому только вместе мы можем улучшить как внутреннее, так и внешнее наше состояние. Так, ребят, сейчас файлик поменяю и продолжим. Такая вот глубокая мысль у меня всплыла в голове. Она тоже не будет для вас открытием, но хочу вам ее процитировать. Возможно, только три варианта. Первый – это вы строите свою мечту. Второй – вы строитель чужой мечты. И третий – вы строительный материал для строительства чужой мечты. А вы кто? В чем ваша мечта? В чем ваша миссия? Если вы сразу не смогли ответить на этот вопрос, немедленно остановитесь, ответьте. И не продолжайте, а начинайте строить свою новую жизнь. Каждый сам творец своего счастья. Так, еще раз повторюсь, ребят, что сегодня состоится презентация в городе Ярославль. Для наших партнеров из Вологды пойдет бесплатный автобус с ЖД вокзала на презентацию и обратно. Отправление в 15.40. Там контактный телефон 8909-594-0666. Давайте я вам еще раз этот файл поставлю, чтобы кто из близлежащих городов обязательно присоединяйтесь на это мероприятие, будет бомба, будет отрыв. И, соответственно, чеки вырастут и все дела. Скоро состоится презентация нашей брошюрки с пошаговыми инструкциями «Шаги к успеху» от команды Starx. В этой брошюрке мы изложили весь наш многолетний опыт работы в команде, как работать новым партнером, что делать людям, когда они вступают в какие-то отношения с командой то ли становятся инвесторами, то ли партнерами и так далее, чтобы люди не терялись, не боялись. Если они выполнят несколько простых шагов, то неминуемо человек будет ждать успех. Если же человек не будет выполнять этих шагов, не будет выполнять никаких позитивных действий, то, естественно, как его бизнес будет развиваться? Он просто потеряется и со временем уйдет из вашей команды. Поэтому каждому новому партнеру мы будем при подключении выдавать эту брошюрку. Она будет действовать не только в рамках проекта Elevus, она будет работать в любом сетевом и любом наземном бизнесе. Потому что изобретать велосипед смысла нет. Алгоритмы действий, взаимодействий и шагов они везде одинаковы. Мы просто это изложили понятным для всех языком и в той последовательности, в которой мы считаем необходимой для достижения максимального успеха. Так, на сегодня потихонечку будем заканчивать. Займитесь собой, своим саморазвитием. Сейчас я скину ссылочки. Почитайте, посмотрите по группам информацию. Есть все эти картинки, вся информация у меня в группах. Займитесь своим самосовершенствованием. Займитесь спортом, фитнесом, для тела и для мозга. Найдите себе позитивное занятие, бизнес, благодаря которому вы сможете иметь массу свободного времени. Соответственно, этот бизнес с командой Старекс в проекте Леврос на сегодняшний день. Все необходимое вам, всю необходимую вам информацию мы дадим. Обращайтесь к своим спонсорам, лидерам или у нас в чате. Пишите вопросы. Больше любите, больше путешествуйте, слушайте музыку из своей сердца. Любите друг друга, ребят. Всем позитива, мира и добра. А сейчас я скину вам ссылочки. Подписывайтесь на канал, на группы. И будьте счастливы. Всем спасибо, всем удачи, успехов и побед. Сделаем этот мир лучше вместе. Давайте, ребят, до следующего кофе-брейка. С вами было приятно пообщаться. Спасибо. Спасибо.